Архимандрит Петр Кучер Святитель Петр занимает особое место в истории Российского государства и Русской Православной Церкви. Господь призвал его к святительскому служению в тяжелейшее для нашего Отечества время на рубеже XIII и XIV веков, когда Россия была разгромлена и находилась в тяжелейшем положении. По сути дела, России как цельного государства тогда не было. Мало того, мелкие удельные княжества были разобщены между собой, что явилось причиной разгрома русской земли в первой половине XIII века полчищами монголо-татар. И вот Господь послал в лице святителя Петра лекаря, пастыря и утешителя, родителя земли русской, для защиты православия. Святитель Петр родился в первой половине XIII века на Волыне, это Западная Украина, которая в то время еще не была отделена от России, была благочестивой, православной и относилась к Святой Руси. Это позднее, в XIV-XVI веках, ее соблазнили католики к переходу в униатство. Святитель Петр был не только одним из величайших святителей земли российской, пастырем, поборником, благочестием и верой православной, но и государственным деятелем. И ему никто не уменяет вину и не попрекает тем, что он занимался политикой, ибо если разобраться внимательно, политики как таковой нет. Мы просто по небрежению к делу своего спасения, по своей ленности не вникаем в глубину православного лексикона. Политика – это дела, взаимоотношения между собой людей и государств, сугубо мирской термин. По-гречески «поле» обозначает «много», то есть политики занимаются много попечительностью, которая в конечном случае выводит на борьбу с Христом, Богом. В церковных понятиях нет слова «политика», но есть апокалипсис, который умещает в своем объеме все – и дела церковные, и дела мирские. Хотя, собственно, мирских дел нет, ибо церковь имеет право вмешиваться во все сферы жизни, не так ли? Разве на исповеди у аналоя мы, священники, не говорим вам, как нужно жить и спасаться, как вести себя не только в храме, но и в быту? Ну, церковь обязана попечительствовать о нашей жизни и за пределами церковной или монастырской ограды. Апокалипсис – это защита, сохранение веры, а стало быть и народа, носителя этой веры. Посмотрите, чем занимались западные страны после войны. Они добивались разгрома Советского Союза. Вот и вся их политика. Это отрицательный апокалипсис, враждебный Христу. А надо заниматься не много попечительностью, а единым делом – спасением. И, как сказано в Евангелии, «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и, сиявся, приложатся вам» – Евангелие от Матфея. «И прилагалось все народу русскому и государству российскому, потому что искали единого и же на потребу суть – спасения. Господь даровал России и богатство, и силу, и славу, и могущество за то, что исповедовали православие. А иностранные, западные государства, отпав от истины и потеряв благодать, стали агрессивные, дрочливые, задиристые. То есть, уклоняясь от истинной веры, люди и народы подпадают под власть сатаны и его клевретов. Вот почему на протяжении десяти веков западные страны только и занимаются тем, что ходят «дранг ин ост», как сказали немцы, в 1941 году. «Основной напор военной агрессии идет только на восток, а не на запад, на север или юг. Нет, на Россию. Это бесы их гонят разрушать русскую православную церковь». И вот святитель Петр занимался укреплением российского государства и православной церкви. Ибо государство – это живой организм, это тело церкви. А церковь – это душа государства. И одно без другого не может быть. Господь руками святителя Петра сперва устроял наше Отечество, чтобы затем расширить миссионерскую просветительную деятельность русской православной церкви, чтобы она несла свет христовой веры на все четыре стороны света. Посмотрите, как премудро сделал Господь Бог. Ко времени пришествия в мир Христа, к моменту его Рождества, он отдал Палестину, Иудею, во власть Римской империи и попустил римским императорам покорить почти все страны Средиземноморского бассейна. Поэтому апостолам, проповедовавшим Евангелие, не нужно было, образно говоря, выписывать визы для проезда в Рим или в Афины, и проповедь Христова учения беспрепятственно распространялась по всем концам земли, по всей Европе, Малой Азии, Северной Африке и достигла даже до Киевских гор. А если бы Римская империя была разделена на мелкие княжества или государства, то трудно бы пришлось ученикам Христовым, говорили бы им на каждом шагу, ты куда и зачем зашел в чужую страну. Так же премудро устроил Господь и с российским государством, чтобы русский народ пронес свет православной церкви до берегов Аляски, границ Китая, пустынь Средней Азии, Кавказских гор, чтобы апостолы земли русской несли проповедь Христовой веры во все страны мира. И святитель Петр, митрополит московский, был одним из них. Его можно с полным основанием назвать не только отцом русской церкви, но и отцом Отечества, ибо он, перенеся первосвятительский престол в Москву, тем самым основал и утвердил ее столицей российского государства. До начала XIV века столицей был город Владимир. Тут же находилась и первосвятительская кафедра, но между русскими князьями велись усобицы, были драки, неурядицы, войны, которые обескровливали русский народ, ослабляли веру. Таким образом, Мудро перенес кафедру из Владимира в Москву святитель Петр, как говорится, убил двух зайцев, примирил враждовавших князей и укрепил русскую православную церковь. С перенесением первосвятительской кафедры в Москву там забилось сердце российского государства, поэтому роли заслуги святителя Петра перед Отечеством просто неоценимы. Будучи великим церковным и государственным деятелем, он был призван стать еще пастырем и духовным отцом русского православного народа. Прочтите послание, которое он написал священникам и завещал нам, потомкам. Там написано, что не одним только мечом надо расширять и укреплять границы Родины, но и верой, молитвой, богоугодными делами. Глаз у святителя внимали и духовенство, и князья, и простой народ. И после него иерархи, церковные князья, продолжали заниматься такой же деятельностью – проповедью Евангелия, укреплением веры и Руси по заветам святителя. Таким образом, деятельность святителя Петра была обширна и многогранна. Время, в которое он жил на рубеже XIII-XIV веков, было тяжелым, неспокойным, как и наше на рубеже XX-XXI веков. Чем он уврачевал и вывел из кризисного положения Россию? Насаждением веры и благочестия, покаянием, стяжанием благодати Духа Святаго. А все остальное приложилось – и могущество, и богатство. Россия со временем окрепла и дала таких сыновей, как Сергей Радонежский, Дмитрий Донской и других освободителей Отечества и защитников Русской Православной Церкви. Этим путем и мы должны идти, поступать аналогично, не размахивать руками на государственных трибунах и не стучать кулаками на заседаниях, а стоять на коленях, каяться и молиться, исправлять свою жизнь. Самая главная черта православного христианина – это благочестие, то есть любить благо. А как мы возлюбим благо, если мы мавры по своему духу и природе, то есть не просвещены светом Евангелия и любви Христовой? Не любя Бога, мы не сможем любить и ближнего своего, по слову апостола. Ибо как можно любить того, которого не знаешь? И вот поэтому мы сегодня, не имея истинного богопознания, возлюбили иного бога, сатану и его слух, бесов и антихриста, и докатились с их помощью до такого плачевного состояния. Ибо для кого будет Господь даровать блаженную, благоденственную и мирную жизнь, всегда, всего полно и ровно? Для разгильдяев и нерадивых грешников, каковыми мы стали за XX век? Да не будет так. Господь тем самым скорбями, бедами, лихолетием, образно говоря, приставил нас к стенке. Или вы покаетесь, или я вас уничтожу. Без веры русский народ, как и любой другой, нерентабелен, то есть не приносит пользы, нет смысла держать его на земле. Господь уничтожил язычников, служивших дьяволу-сатане, и языческим богам-бесам стер их с лица земли, и их место заняли христиане. Так Господь может вместо нас послать другие народы, населить русскую землю. Если мы не будем оправдывать своего назначения. За великое благочестие и богопочитание Господь даровал Руси несметные природные богатства, сокровища земных недр. Две трети полезных природных ископаемых мира находятся на территории России. Поэтому враги сегодня с нескрываемой злобной завистью и жадностью глядят на наши богатства. Господь дал эти богатства русскому народу, как никакому другому земному народу, за то, что отцы, предки наши, жили по Евангелию, по заповедям Христовым, веровали в Бога и своими делами оправдывали свое бытие. Они были богаты духовно, поэтому Господь соделывал их и богатыми телесно. Итак, покаемся, дорогие братья и сестры. Для того, чтобы помочь нашему покаянию и нашим близким, надо обращаться с молитвенной просьбой к таким великим отцам Церкви и сынам Отечества, как святитель Петр, митрополит московский и всей России, чудотворец. 3 января 2000 года. Источник. Архимандрит Петр Кучер. Блюдите, уба, как опасно ходите. По благословению Архимандрита Кирилла Павлова.